Мультфильм Илья Муромец «Соловей-разбойник», 2007 год, Россия, 80 минут, режиссер Владимир Торопчин, моя оценка, 7. «Соловей-разбойник», 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 «С тобой в дороге веселей». Честный фраер. Откуда пошло государство наше? Кто первый знаменитый русский? В той или иной форме задают иногда вопрос подрастающие и не только россияне. Масс-культура в последнее время ответом являет князя Владимира Красносолнышко. Полуисторическая, полубылинная личность Владимира имеет широченный человеческий диапазон. От святого, выбравшего на перепутье и веру правильный путь для России, до величайшего мерзавца, огнем и мечом вырезавшего десятки тысяч людей и разграбившего сотни городов. Создатели богатырской франшизы выбрали для князя Владимира масть мелкого фраерка. Кульминацией образа стало восседание персонажа в камере с стаканом чиферя в руке, исписанной наколками. В стиле образа и говорок Сергея Маковецкого, запомнившихся ролями урок в «Жмурках», «Братья-2», «Проуродов» и «Людей». Теперь люди думают, что мы на всю голову отморожены. А раньше не думали. Раньше думали, что мы не на всю голову отморожены. А теперь думают, что на всю. Но силушка земли русской не в правителях, а в богатырях. Первое место в иерархии былинных силачей традиционно отводится Илье Муромцу. Поэтому перед первым просмотром мультфильма с интересом ожидаешь следующего шага создателей. Недалекий Алеша Попович, более развитый, но ограниченный рубежами родинами и требованиями жены Добрыни Никитич. Но в итоге шаг вперед удался только по отношению к Алёше. Если равенство Ильи по фактуре Добрыни еще понятно, но не Кинг-Конга же рисовать, то в поступках ожидалось больше решительности и мудрости, а не навязанных фобий, типа подковки на счастье или следы черной кошки. Добрая примета. Да и озвучка одним Валерием Соловьем обоих героев сливает персонаж в единое целое. Традиционная женская роль трилогии на этот раз отдана журналистке новой бересты Аленушке. Исполненная в стиле предыдущих русских красавиц Любавы да Забавы, она все-таки излишне назойливая и приковывает к себе гораздо менее внимания. И опять тот же минус озвучки разных героинь и одной актрисы. Местами не понимаешь, на куэлят княжеской племяннице Забаве понадобилось оборачиваться папарацци. Глав злодей Соловей достаточно традиционен. Псевдо-татарская физиономия уже давно стала штампом, поэтому Соловей-разбойник не воспринимается достойным соперником Илье, в отличие от визавей Алеши Тугарина-змея. Поэтому сценаристы в бой кинули армии Василевса Византийского, что в итоге напомнило анимационные поединки легионеров Цезаря с соплеменниками Астерикса и Обеликса. Стоит отметить попытку сценаристов угодить чувство юмора разных поколений. Для одних розовых кадиллак Элвиса Пресли, для других терминаторский Айби Бэк. Я вернусь. Чего он сказал? Я вернусь. Для третьих извержение продуктов жизнедеятельности бурки в виде золотых монет. В итоге получился знатный винегрет и огромная порция кинокритики. Особое внимание аля белка ледникового периода должен был вызвать слямзины из Алладина слон, чудо иноземное. По мне, Ослик Моисей в паре с Канем Цезарем смотрелся получше. Но это дело вкуса. Главный минус с моей точки зрения это качество картинки. Она гораздо ближе к флэш-анимации, чем позволено полнометражному фильму. Тот же параллельный безруковский князь Владимир переигрывает по насыщенности кадра на порядок. Тем не менее, мультфильм кладется в скорбонку. Несогласие с разными позициями Ле Муромца и Соловья Разбойника, начиная от историзма, заканчивая озвучкой отдельных персонажей. Тот же Табаков здесь далеко не Матроскин. Все-таки не мешает оценить весь мультфильм в целом и признать, что на данный момент в российском анимационном кинематографе у него не так и много, к сожалению, конкурентов.